В Якимовчистой средней школе существует боксерский клуб на радость ребятишкам и взрослым. Здесь тренируется кандидат мастера спорта по боксу Юрий Юли. Юрий стал заниматься боксом с 2006 года. Вначале его тренировал Алексей Янченко. Сейчас его тренирует Владимир Гречев. Пришел в 2006 году. Я тогда тренировал в ФОК Десна. Это был наш первый набор боксеров. В первом наборе этих боксеров был Юра. Стоял в последнем в строю из-за маленького роста. Первое время даже на него большого внимания не обращалось. Были ребята посильнее. Многие ушли, перестали заниматься. После того набора осталось два человека. Два человека в боксе. Ну, то есть, остались тренироваться. Юра продолжал тренироваться. Начали возить его на соревнования. Ну, и как бы стал показывать результаты. Он очень упорный человек такой. Если он чего-то задумал, он обязательно это сделает. То есть, такой целеустремленный, упорный человек. В боксе это, ну, как бы немаловажно. Ну, потом была армия. В армии служил он в Санкт-Петербурге. Да, мы тоже общались и с тренерами, которые тогда там его тренировали. То есть, постоянно мы с ним были на связи. Вот. Сошлись мы там как-то вместе. Вот. После армии начали упорные тренировки. Здесь уже, в Десногорске. Вот. Начали ездить на соревнования такого более крупного масштаба. Всероссийские. Ну, старались посещать всероссийские соревнования. Да, по возможности. Потом судьба свела вот с московским тренером Соловьев Максим Владимирович. Это заслуженный тренер России. Мастер спорта еще и с СССР. Вот. Он главный тренер МГФСО, который взял Юру к себе. Как бы выступает он за Москву, да, на данный момент на всероссийских соревнованиях. Что сказать еще про Юру? Ну, есть у него цель. Есть цель выполнить мастера спорта, да, норматив мастера спорта России. Кроме того, что Юра тренируется у своего тренера, он еще создал свою группу бокса для ребятишек, который с удовольствием ходит на тренировки. А чтоб родители не волновались, есть обратная связь. Создал группу ватсап, в которую входят родители, да, вот, детей, которые занимаются. Вот. То есть они, мы выдаем какую-то информацию, во сколько тренировка или какие-то там определенные моменты, они все это видят. То есть они внесены в эту группу и тоже могут задавать вопросы. То есть это как бы немаловажно. Он тоже. Он является пресс-атташе Федерации бокса Смоленской области. Вот, Юра. Родители, даже если там ребенок не может прийти, допустим, на тренировку, пишут в группу. Там Алексей не придет по семейным обстоятельствам, там, или заболел. То есть как бы и мы в курсе, и они в курсе, и всегда спокойно. То есть, ну, то есть вот это тоже очень здорово и хорошо, я считаю. Этого ничего бы не было, если бы не помог ребятам директор школы. Хотим сказать большое спасибо директору и Киевской средней школы, Тарасенко Сергею Валерьевичу, за предоставление спортивного зала для тренировок боксеров. Бокс объединяет. Бокс за сильную Россию. Мы являемся членами Федерации бокса Смоленской области. Участвуем в челленджах Федерации бокса России, которые проводит Умар Назарович Кремлев. Наши дети участвуют. Это можно видеть в Инстаграме, ВКонтакте. Проходят эти челленджи. Мы постоянно участвуем, прославляем свой клуб. В четвертый год я уже этим занимаюсь, видом спорта. Пришла я сюда, потому что очень много весело, около сотни. Решила похудеть кардинально. И вот у меня предоставился тренер Юра. И вот я с ним, когда работать начала, тренироваться, я стала с ним сидеть. Тренер у нас очень хороший, очень грамотный. У него высшее образование. Поэтому... А также вот мой сын там тоже тренируется, вот этот маленький мальчик. Поэтому все мы тут сюда ходим, нам очень даже нравится. И вот я, как она, пример себя, я спросила 40 килограмм. Поэтому я только могу сказать, порекомендовать его, как личность. Именно индивидуальные тренировки у него хорошие. Бокс – спорт трудолюбивых и самоотверженных людей. Бокс – помощь всем, кто хочет стать сильным, выносливым и стильным. Заниматься начал с детства, наверное, с 2006 года. Понравился бокс, на улице делать было нечего, пришлось прийти в спорт. К субботу у нас проводятся спарринги, но так как сейчас немножко отслабилась ситуация с пандемией, немножко все развалилось по поводу спаррингов. И мы сейчас пока тренируемся сами. Мне ехать на сборы, я сейчас готовлюсь, мне нужно быть в форме всегда. Я выступаю на соревнованиях, на классах Б, класс А. И хочу выполнить нормативы и вообще в дальнейшем связать со спортом жизнь. Я готовлюсь к мастерскому турниру. Это турнир класса А. Там выполняют мастера спорта России. Моя мечта – выполнить мастера спорта России. Я буду первым человеком в городе Десногорске мастера спорта по боксу. А как заниматься? Мы занимаемся и на улице, и сейчас лето, и в зале занимаемся. Ну, во всех залах, наверное, сейчас тепло. Плюс весов гонка. Очень хорошее занятие. Всем рекомендую. Последнее время бокс перешел из разряда профессионального спорта в любительские ряды. Его стали практиковать актеры, модели, певцы. Все полюбили бокс. Момент выхода на ринг можно сравнить с прыжком с парашютом, где каждый последующий всегда неизвестный. Петр Квятковский. Как сказал Петр Квятковский, в жизни как в боксе. Опустишь руки – не сохранишь лицо. Может, поэтому Юрий так упорно тренируется. Тренируется сам и тренирует ребятишек. Петр Квятковский. Мой тренер Гречен Владимир Валентинович – это человек с большой буквы. Он мне очень помог. Стал меня тренировать. Я сказал ему, что хочу боксировать. Давайте не будем останавливаться и будем тренироваться. И вот мы начали тренироваться. Вместе он меня стал тренировать. Стали потихоньку думать о том, что надо набирать группы, надо детей тренировать, как-то развивать спорт в Якиновичах. И вот по сегодняшний день мы это делаем. Цель у нас – развить бокс в нашем городе Десногорске, в Якиновичах, в области. Быть поближе к детям, к людям, чтобы занимались спортом. Чтобы был спортивный город Атом. Я призываю всех заниматься спортом, боксом, спортивными единоборствами. И чтобы было много спортсменов в нашем городе, в области. Бог за сильную Россию. Хотелось бы, конечно, чтобы я был примером для всей молодежи. И чтобы как можно больше детей приходило в спорт. Чтобы дети становились чемпионами, разрядниками, КМСами, мастерами. Чтобы у нас в городе было, чтобы нашу область знали все. Наш город Десногорске, Якимовичи, Росовский район, Смоленске, Смоленск. Полностью, чтобы был спорт у нас развит. Чтобы родители помогали детям своим быть спортсменами. Потому что в будущем это очень поможет. Спорт оздоровляет. Чтобы чемпионов было как можно больше. Чемпионов в области, чемпионов ЦФО, Центрального федерального округа. Чтобы все объединялись. Как можно было больше спортсменов. Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу рассказать о человеке, который знают многие о Десногорске и за его пределами. Этот удивительный человек сумел организовать службу безопасности на нашей атомной станции. Почему я выбрал такую работу? А потому что это моя профессия. Я для себя сделал вывод. Что работать надо так, чтобы никаких интересных случаев не происходило. Потому что то, что вы называете интересным случаем, наверняка чья-то недоработка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...